Здравствуйте! На телеканале «Настоящее время» вы смотрите «Реальный разговор». Добыча трофеев как средства достижения цели никогда на войне не считалась занятием незаконным. Но в российском случае мародерство и откровенное воровство не только непорицаемо, но, кажется, и поощряемо генералами. И неважно, тащат ли солдат из фронта стиральные машины или само государство крадет целыми заводами, танкерами с зерном или с талепрокатом. Вот эти кадры агентства «Рейтер» датированы 31 мая. На них видно, как сухогруз с флагом самопровозглашенной ДНР покидает украинский порт Мариуполь. На борту, по признанию лидера фейковой республики Дениса Пушилина, находились 2500 тонн горячекатанного стального листа, которые направлялись в Ростов-на-Дону. В Киеве немедленно заявили, что отгрузка металла в Россию из Мариуполя, захват которого дал Москве сухопутный мост, соединяющий материковую часть России и пророссийские сепаратистские территории с иннексированным Крымом, приравнивается к мародерству. Мародерство на временно оккупированных территориях Украины продолжается, написала в своем телеграмм, уполномоченный по правам человека в Украине, Людмила Денисова. А крупнейший украинский производитель стали «Метинвест» заявил, что Россия может использовать несколько судов, застрявших в Мариуполе, для кражи и контрабанды металлургической продукции. Официальный Киев пока избегает жесткой риторики и не называет действия оккупационных властей воровством. В Москве делают вид, что ничего не происходит. Ну, мне кажется, что не надо искать пятак под фонарем. И я думаю, что в этой войне у Владимира Путина нет никаких экономических целей. Знаете, это как в песне Высоцкого «Откопали две коньячные струи». Поэтому ни аннексия Крыма, ни война 2014-2015 года в Донбассе, ни война 2022 года не имеет своей целью какие-то экономические приобретения. То есть никакого выигрыша Россия не получила. Россия как экономика, как государство. Крым требует 5 миллиардов долларов ежегодных вливаний. Донбасс поддержание в том виде до 24 февраля требовало где-то порядка полутора миллиардов долларов ежегодных вливаний просто поддержания существования самопровозглашенных республик. Дело в том, что вот эти области, и Донецкая, и Луганская, ну, Донецкая по валовому региональному продукту на душу населения, она на Украине входила в первую пятерку. Остальные были середнячками или куда-то там совсем ближе к концу. Но при этом все эти области были дотационными. В том числе Донецкая область получала огромные, ну, по украинским меркам, дотации из порядка двух миллиардов гривен, если мне память не изменяет, из бюджета Украины. В первую очередь это были дотации угольной промышленности, поскольку там очень тяжелые условия добычи, узкие пласты, хотя бы качественный уголь, но тем не менее уголь – это уже такое уходящее как бы топливо, спрос на него в мире падает. Если верить нашим экспертам, то Путин вряд ли ищет экономической выгоды от захвата Донецкой и Луганской властей в их административных границах. Просто в Москве стало обычной практикой насильственное отчуждение собственности. Вспомнить хотя бы историю Луганского электромашиностроительного завода, вывезенного в Ростовскую область, или завода «Юность», где выпускали радиоэлектронику. Сейчас этот завод разворован и превращен в базу донецких боевиков. Всего же за восемь лет войны в пользу России отчуждено более 12 предприятий только на Луганщине. Лишь два из них продолжают работать, остальные разрушены и превращены в учебные центры сепаратистов. То есть Кремль руками своих марионеток не только не приумножил, но, напротив, разрушил все, что добыл непосильным военным путем. Вот и получается, что искать экономический смысл, особенно в нынешней широкомасштабной резне, не стоит. Были сообщения в печати о том, что якобы Россия захватывает эти территории, чтобы получить контроль над запасами сланцевого газа, сланцевой нефти. Но они там где-то в районе Донбасса, такой полосой с северо-запада Украины на юго-восток Украины, тянутся такие запасы. Но это тоже не соответствует действительности, потому что если там и есть запасы газа в этих захваченных Россией регионах, то они коммерчески абсолютно нерентабельны. И вы представьте себе, что такое добыча сланцевого газа, сланцевой нефти. Разумеется, кто-то зарабатывает на краже металла из Азовстали, кто-то нажился на реализации по теневым схемам машиностроительного оборудования донецких предприятий. Но все-таки это копейки, и ничего из этого не перепадает Кремлю, и тем более российскому бюджету. Ну и особенно нетрудно понять, что мародерство в частном порядке никак не влияет на экономику страны-агрессора, которая разрушает на своем пути все, что в случае длительной оккупации могло быть частью профита. Нужно хорошо понимать, что война преследует геополитические иллюзии Путина, и пытается освободить его от маниакальных страхов. А мародерство – это идет на уровне солдат, на уровне офицеров, на уровне генералов. И мы же не знаем, кто конкретно украл металл из Мариуполя. Но, в общем, считать, что в российской армейской среде или там среде тех людей, которые называют себя властью ЛНР, ДНР, нет экономически грамотных людей, которые не понимают, что листовая сталь стоит денег. Даже если вы ее продали со скидкой в 50%, но ее цена приобретения для вас равна нулю, то это все равно сумасшедшие деньги, офигенно выгодный бизнес. Но точно совершенно это не является целью Кремля. И я думаю, что Кремль с удивлением узнал о том, что кто-то на этом заработал. Во-первых, тут просто-напросто есть очевидная материальная выгода. В России есть определенные нужды экономические и геоэкономические, и она удовлетворяет это вот этим грабежом. Я, однако, думаю, что за этим еще второй фактор стоит, что, может быть, многие россияне себя спрашивают, в отличие от аннексии с Крымом, а зачем мы туда влезли, в материковую Украину. И многие, наверное, считают это лишней операцией. И, может быть, тем, что вот этот грабеж проводится, и тем, что он тоже афишируется в российских масс-медиа, этим как бы российский режим тоже старается как бы оправдывать это и как бы открыть такой счет. Ну вот мы, конечно, многое теряем тем самым, что мы нападаем на Украину, но вот смотрите, мы вот тоже что-то выигрываем. Если мыслить будущее своей собственной страны, как эксплуатация природной ренты, вот паразитировать на каких-то запасах, да, тогда вот сейчас у нас будет большая-большая территория. А что в России? Территория такая маленькая, что ли? Вот я недавно в полемику вступил даже, ну, к сожалению, он ушел с экрана, это был Павловский, небезызвестный, который говорил, вот посмотрите, какая Россия гигантская, она играет потрясающую роль в мировых коммуникациях, и нельзя себе представить без России, как будет вот осуществлена глобальная коммуникация между, например, Европой, США и Китаем, а Россия-то куда же девать? Ну, забывается о том, что Россия-то, она с точки зрения экономики и социального, и экономического развития, она микроскопическое значение имеет. Феномен войны России против Украины лежит не только в плоскости удовлетворения имперских амбиций одного отдельно взятого человека. Там, если копнуть поглубже, то половину страны нужно лечить от симптома мании величия. Для тех, кто сегодня оправдывает бойню, развязанную Кремлем, ценность захвата чужих территорий не в политических приобретениях. Эти экзистенциальные замыслы вряд ли посещают головы разнообразных пушилиных, а в количестве и качестве трофеев. Металл, азов, стали, украинское зерно, отправляющееся в Сирию, чудом уцелевшие мариупольские троллейбусы или высокотехнологичные комбайны, обнаруживающиеся где-то на пастбищах Северного Кавказа. Неужели это и есть цель того, что в России нельзя называть войной? Есть такая более интересная экоспирологическая версия, не подтвержденная пока, но тем не менее гуляющая по интернету, что у Украины есть запасы лития, а это достаточно редкий металл, который очень активно сейчас используется в микроэлектронике для производства батарей, поскольку набирают обороты электромобили, и в принципе современные батареи сейчас очень нужны. Ну вот есть такая версия, что это была попытка протянуть руку к этим залежам лития. Кстати, об украинских запасах лития впервые заговорили в российской прессе, разогнав при этом пропагандистскую шумиху вокруг того, что на это стратегическое сырье могут претендовать разработчики оружия на Западе. И вот в этом смысле любопытно, что Кремль, подогревая тезисы о деноцификации и демилитаризации Украины, не сделал ни единой попытки пресечь конспирологию, чтобы не быть обвиненным в воровском характере войны. Напротив, в Москве словно бы бравирует собственной безнаказанностью. Да, это, увы, такое печальное заключение, которое можно сделать. И это вы уже видели, когда просто обычные российские солдаты грабель занимались грабежом в Украине и вывозили оттуда какие-то там холодильники или стиральные машины, или телефоны, и все такое. И я тоже подозреваю, что, может быть, даже за этим стоят социологические исследования, которые, наверное, говорят кремлевским пропагандистам о том, что вот такого рода грабеж будет популярным. Ну, так и воздействует, будет руку плескать. Вот маленький пример такой. Вдруг вылезает один из владельцев Спартака и Лукоила, Леонид Федор, и говорит, о, давайте-ка мы вот объявим, что мы сами прекращаем добычу нефти на 20-30% в этом году, чтобы не платить, чтобы не давать такую скидку за нашу нефть за границей. Добыча нефти и так вот под влиянием и объективных условий в российской нефтянке, и под влиянием санкций, и под влиянием эмбарго, она и так опустится вот на 20-30% в этом году, скорее, на 30 даже. И выдавать вот этот вот провал, полный провал российской экономической политики из-за военной политики, выдавать за то, что Россия сама якобы отказывается от добычи нефти, вот это как раз вот этот прием и есть. Этот риторический прием называется подменой понятий. И в этом смысле характерен пример посягательства России на украинское зерно. Из-за блокировки российской армии портов в Черном и Азовском морях Украина не может отправить на экспорт более 22 миллионов тонн зерновых. Продовольствие, в котором сегодня нуждаются в Африке, Азии и даже в нескольких странах Европы, стало еще одним предметом российского шантажа. Ну, например, Москва заявляет, что готова предоставить свои конвои для транспортировки зерна в Средиземное море, но при условии, что Украина разминирует проходы к портам. Проблему вывоза украинского зерна можно решить только одним способом, когда Россия прекратит войну и не будет угрозы морского вторжения в Одессу с моря. Ведь мы хорошо понимаем, что акватория в районе Одессы она заминирована. И заминирована не просто так, потому что Украина опасается нападение со стороны России, высадки десанта. И предложение России, вы там разминируете, а что вы боитесь, разминируете и вывозите сюда, мы вас трогать не будем. Ну, конечно, просто нужно хорошо понимать, что прямо следующим утром, после того, как акватория будет разминирована, туда войдут российские военные суда и начнут грабить Одессу. На днях пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на полном серьезе заявил, что Россия не мешает экспорту украинского зерна. Голос из далекого закремлевья призван убедить мир, что Киев сам бойкотирует собственную экспортную программу, тогда как в Кремле согласны на деблокаду портов, правда, при условии снятия с России наиболее болезненных санкций. Классная идея. Ограбить банк, захватить в заложники персонал банка, а после этого сказать, мы освободим заложников только в том случае, если вы нас освободите от уголовной ответственности. А то, что мы забрали в банки, будет наше. Ну, да, в принципе, можно и так, конечно, шантажировать, но как это выглядит со стороны? То есть может ли Кремль шантажировать? Да, может. Согласится ли Запад принять условия шантажа? Но пока не соглашается. Что будет дальше? Увидим. Понятно, что продовольственные кейсы это история не для Украины и даже не для России. Это очередной вызов Западу принять воровские правила игры. Согласись, сегодня Европа на частичное снятие санкций и у мира появляется основание обвинить Старый Свет в пособничестве грабежу. И если в Москве это сочтут прагматикой, тут традиции русского воровства давно заложены в исторические хрестоматии, то в Киеве или Вашингтоне занесут имена ренегатов в черные списки. Неслучайно США начали поставки в Украину зенитно-ракетных комплексов дальнего действия, с помощью которых можно добиться баланса сил на море. В том числе и решить проблему экспортного зерна. То есть, куда ни посмотри, повсюду Россия вступает в клинч с собственными экономическими хотелками. Меня спрашивают иногда, вот даже западники там спрашивают, ну, посмотрите, мы тут в Европе, в США вводим санкции против России, серьезные санкции. Они помогут как-то остановить войну? Вот эти, именно вот цель такая. Я говорю, вы посмотрите, там руководители Европы и США, они уже поняли, что войну этим не остановить, потому что решения о военных действиях принимаются не с точки зрения пользы для России, логики, разума. Это безумные решения, абсолютно безумные решения. Они логике не поддаются, никакой совершенно. И поэтому вот руководители Европы и США, они, я думаю, что определили свою задачу этими санкциями сделать Россию настолько слабой, чтобы больше она никуда со своей агрессией не смогла лезть. Нынешняя стадия войны характерны еще и подменой нарративов. Изначально заявленные цели освобождения Луганской и Донецкой областей от пресловутых украинских нацистов забыты. Им на смену пришла борьба со вселенским злом НАТО и США, которая ведется почему-то на территории страны, не имеющей отношения ни к Вашингтону, ни к Брюсселю. Но в сознание российского телезрителя война с мировой империалистической гегемонией не помещается. Это слишком сложно и слишком далеко. Гораздо ближе разговоры о трофеях, которые тоннами отправляются в российскую глубинку. Вот все эти холодильники, телевизоры, женское, простите, нижнее белье или косметика, смародеренные в оккупированных украинских селах, понятнее геополитики. Отжатый где-нибудь под Киевом внедорожник гораздо ближе к телу, чем пропагандистский останкинский шум. Ну, вы знаете, конечно, сначала, когда мы узнавали факты мародерства, грабежа, разбоя, я уж не говорю про насилие во всех видах, конечно, сначала был такой первый шок и первая мысль, ну не может быть, ну не может быть. Я даже помню, когда я разговаривала с Дмитрием Глуховским, известным писателем, только-только путь лучше происходил, только-только поступали первые сведения, неподтвержденные еще. Ну вот даже он сказал, что, наверное, и не может быть. Это может быть какие-нибудь специальные, там, какой-то взвод, который надел форму российских военных, а на самом деле какие-нибудь разбойники. Ну, в общем, у него как писательское воображение ему рисовало какие-то такие картины. Но на самом деле все оказалось, как оказалось, и это происходит до сих пор. До сих пор мы видим подобные фотографии, когда вот бойные-победители едут по разрушенному городу на танки, а весь танк завален всякой утверью, домашней, коробками с техникой бытовой, какими-то коврами, какими-то бельем даже постельным. К сожалению, мы старались этого не замечать, что это было всегда. Это было и в ту войну, где мы были также победителями, в ту войну вторую мировую. И мы знаем свидетельства многих людей, фронтовиков, которые просто видели это на их глазах и насиловали, и грабили. Я уж не говорю, грабили все подряд, вагонами везли. Такие, мы знаем, свидетельства тоже есть. И не только солдаты, и матросы, и офицеры среднего уровня, но и маршалы везли вагонами. Получается, что Россия 21 века, множе средневековые традиции и отношения к человеку внутри себя несет их и во внешний мир под дружное рукоплескание толпы. Три дня на разграбленные города, узаконенное мародерство времен Среднего царства в Древнем Египте, трагедия, разбитого крестоносцами Константинополя, через несколько веков подхваченная русским царем Петром I. Такое материальное поощрение солдат как премия, как тринадцатая зарплата, это и есть стратегия нынешнего кремлевского истеблишмента. Они и сами-то пришли во власть на костях голодавшего в девяностые Питера, разворовывая гуманитарку, поставляемую в город в обмен на топливо. Тогдашний майор КГБ Путин, возглавлявший комитет внешнеэкономических связей мэрии Петербурга, подмахивал фальшивые документы, ставшие предтечей его будущих политических побед. Рейдерство заменило культурные паттерны, будто бы укорененные в российском обществе, но в действительности утопленные в дремучих государственных традициях банального воровства. Я боюсь сказать страшное, мне кажется, что все это миф. Миф нет ничего у нас, в этом смысле никаких паттернов. Это все великая мифология о великом русском народе богоносце. Народ наш, к сожалению, худшее его проявление таковы. Наверное, это еще момент, который не проговорен обществом, нами. Очень быстро человек выходит из зоны морали, очень быстро отказывается от нее. Ему так удобно, особенно вот в таких экстремальных ситуациях. Как не вспомнить пропаганду Геббельса, который именно так и обращался к нации в одной из своих речей, что мы освободим вас от химеры совести, химеры морали. Это первое, что делает власть с народом, с той частью народа, на которой она хочет опираться. Мы сегодня имеем опору власти в виде этих людей. У Ксении Лариной, как и у большинства из нас, нет заготовленных лекал к вопросу, откуда в нас эта средневековая темнота. Мы произносим много слов по поводу политического воровства. Однако говорить о морали в отсутствии вселенского понимания добра и зла, к которому мы привыкли апеллировать невозможно. Меня тут больше удивляет, собственно, и я тем самым это стараюсь объяснить, что это не скрывается. Можно было бы ожидать, что такого рода грабеж в общем-то не стоит афишировать. Но то, что это открыто признается Москвой, это в чем-то удивительно. Сегодня, рассуждая, например, об аннексии Крыма, обыватель обращается к исторической справедливости, как к сакральному чувству единения, возвращения в родную гавань. Реквизируя стиральную машину, российский солдат из нищей глубинки тоже держит под спудом мечту о социальной справедливости. Почему одному можно, а мне нельзя? Ведь ему же прописали роль не агрессора и оккупанта, а Робин Гуда. Это Пушилин тащит металл из Мариуполя на продажу, а он, русский парень от Сахи, исполняет миссию замещения собой нацистского человеческого материала, в кавычках, конечно. Если не убью, то хотя бы пограблю. Это и есть точка приложения солдафонской морали, причем как в окопной, так и в бункерной среде. Мне кажется, что они такие же к своей природе, эти люди, которые нами управляют, включая самого главного горнокомандующего, если вспомнить все его шуточки, которые прорывались за все эти 20 с лишним лет, публичные, это понятно, что там живет и все фобии, которые свойственны нашему народу, глубинному, так называемому, это гомофобия, это ксенофобия, это и зависть глубинная к тому, кто успешнее, кто ярче, кто интереснее, кто мудрее, кто умнее, кто образованнее, это и бесконечный поиск врагов, что все виноваты от того, что мы такие, на самом деле, мы великие. Вы посмотрите, это та же самая схема, та же самая модель. На телеканале «Настоящее время» вы смотрели «Реальный разговор». Ищите нас на YouTube-канале «Настоящее время», где можно оставлять лайки и комментарии. Ваше участие делает нашу аудиторию шире. До встречи через неделю в надежде на скорый мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok